Писал портреты, пейзажи. Очень хотел стать скульптором, архитектором и поэтом. Его талант многогранен и проявился ярко во всем. Так говорил о художнике Владимире Шервате Борис Николаевич Чичерин. Владимир Шерват – автор проекта здания исторического музея на Красной площади. Он происходил из обрусевших англичан. Родился в селе Ислеева Тамбовской губернии. Именно эта малая родина и связывала художника с профессором Борисом Николаевичем Чичерином. Их объединяли общие увлечения. Это история, философия. Они могли много говорить об искусстве. И Владимир Шерват неоднократно бывал в имении Караул, где и проживал Чичерин. У Бориса Николаевича оставились многие работы художника. Это были и портреты, и пейзажи. В том числе пейзаж «Горное озеро», который представлен в картинной галерее. Художника всегда восхищали величественные горы, глубокие ущелья, чистые прозрачные озера. Часто Владимир Шерват ориентировался на художника, который был довольно популярен в то время, пейзажиста швейцарского Александра Колома. И вот эти виды альпийских гор настолько захватили Владимира, что он хотел в своем творчестве тоже найти эту изюминку. В этой работе хорошо видим задумку художника, насколько человек мал по сравнению с величественной природой, с ее бурями, шквальным ветром, энергией и масштабами. В центре располагается небольшой дом, но он гармонично вписывается в обстановку на этой работе. В 1961 году работа «Горное озеро» Владимира Шервата была передана в Тамбовскую областную картинную галерею. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова